А перед началом этого видео я хочу поблагодарить наших спонсоров, а особенно это касается великих спонсоров, а именно Маршал Артёмий Август, Арчи, Иор Салалсат, Бикой, Ловил, Алексий, Анархокапиталист, Берсерк, Кромаусго, Азура, Бутыль Пиваса, Флайн Годус, Игровой Пацан 3.0, Гениальный Бездарь, Острый Бол, Ишпадедгий Ифл, Везерми, Кэмп Тристрирус, Генак, Атилагун, Версаль Эр и Райнер Саркоза фон Рихтер Если вы хотите тоже попасть в эти списки, а также получить другие крутые бонусы, то можете оформить спонсорку по ссылке или кнопке в описании Всем привет, с вами Эмбра, мы продолжаем нашу кампанию за Германию, в этой серии я планирую повоевать кое-как Ну вообще Франция, она здесь марксистская-ленинистская, короче это коммуна И дело в том, что за неё ни американцы, ни вообще британцы, вообще никто за неё не будет заступаться, потому что те, кто могли за неё заступиться, страдают проблемами другими Поэтому мы сможем у неё отжать Эльзас Стали здесь, конечно, да Мы демократы, и прям если веского повода повоевать нету, особенно со страной, где нам не ударят в лицо, то воевать мы не будем Но вот Франция, это очень хорошая цель Забирать у судей тучих в Словакии не самая лучшая идея, здесь демократы правят А с Польшей, здесь все территории, которые мы бы хотели себе отжать, мы уже и так их имеем Поэтому остаётся здесь только вот коммуна Можно было, конечно, уничтожить фашистов до конца, допустим, здесь вот в Словакии, которые сидят ячейку вот этого И в Венгрии, Хорватии монархия, а в Словении вообще радикальные социалисты По сути, вот, если выйти сюда, в Сербии тоже фашисты Ну это такое, знаете, я вопрос хочу с автори решить, если мы её отделим от себя, то граница с этими странами у нас потеряется Ну будет только что вот в Словакии, но как бы, да, такая-си граница Ну пока что давайте, что мы сделаем по фокусам, выйдем в внутренние дела, получим бонусы Здесь мы предоставим автономию, полуавтономию Франкони, Нижний Баварий, Верхний Баварий Полуавтономное государство будет в нашем составе Хотя мы вроде как не федерация, мы не ФРГ Ну ладно, автономия так ладно, немножко отсыпем, ничего страшного Дебафики, конечно, будут, ну, нам главное решить потом вопрос выйти в ситуацию с Австрией Потому что она даёт дебафы лютые Забирает фабрики, стабы, поддержку войны Здесь, конечно, промка, да, есть, но, знаете, это как бы пожёстче Так, ну и, кстати, Лига свободного мышления Получим, конечно, дебафы некоторые, но зато прирост будет социалистов у нас Поддержка 36,5% на такой себе Будем также наблюдать за пермским советским правительством Насколько я знаю, здесь же ещё махаться может Российская национальная республика С пермским советским правительством И поэтому его могут жать с двух сторон Если это произойдёт, то посмотрим внимательно, конечно же Эта серия, само собой, уже будет финальная Потому что мы здесь пройдёмся уже до конца по фокусам своим Немножко же осталось И также по воюм, где только можно После чего откатимся и пойдём уже по пути в руководство То есть это уже авторитарный путь у нас будет Мне заранее говорили ещё перед этой компанией, что они идут в демократию Потому что она здесь самая, что ни на есть, скучная и ты ничего толком-то интересно здесь не получишь от неё Поэтому иди только сюда в руководство Но, как бы, во-первых, вы проголосовали за демократию Да и я сам хотел поставить галочку, закрыть этот путь Я же хочу как можно больше посмотреть здесь вместе с вами А потом уже выйдем вот сюда, вот на вкусненькое оставим Я сделаю это как отдельное прохождение сразу после этого Так, смотрите, взял я этот фокус и этот вышел сюда Получили бонус и здесь мы также нормализовали отношения Толку-то, конечно, от них Немного стран европейских, ну, пообщались там с ними, ну ладно Сейчас беру я дело Австрии Также коплю опыт армии, чтобы сделать нормальные наши танковые дивизии Пока что выглядят они вот так вот у нас Да, такой себе Организация 23 Ну, потому что АПСки надо ещё будет поставить Ширенный фронт 27, сделаю ремонтку, только нужно будет влепить САУ здесь у нас имеется, а так он какая хорошая Хотел без АПСок поставить, но забыл, что, блин, и ФВшки Они ж не дают ни черта нормально так организации Вот, смотрите, 23, 4 Не, ну дают, конечно, да, но прочность маленькая у них АПСки, тут уже 26, 131, то есть на ФВшках далеко не выйдешь Если их использовать, я так понимаю, без АПСок, то только и без танков Потому что танки выжирают организацию А если танки станут, то придётся помогать ещё АПСками Это как грузовики они дают здесь организацию Но они хороши тем, что ещё и прочность, вон, дополнительная Организация такая же, но прочность тут 126,5, а здесь 131,5 Так что да, конечно, они лучше, так ещё же я их прокачиваю, вон, АПСки-то выйдем вот сюда вот Возьмем вот эти вот бонусы, в отличие от обычных машинок, которые нельзя вот так вот детально брать и прокачивать А и ФВшки вот у нас, тоже скоро прокачаю Так, ну сейчас давайте решим вопрос с Австрией, погнали Австрия никогда не должна была быть частью Германии, поскольку аннексия 1938 года была незаконной и совершенно неуместной Чтобы Германия продвинулась вперёд как нация, мы должны отказаться от нашего контроля над Австрией Поскольку сохранение этой оккупации означало бы, что часть нашего нацистского прошлого осталась бы вместе с нами Австрия должна быть свободна Так, ну Австрия получает королевство, Австрия получает независимость Мы эту страшную идейку убираем Так, Австрия, ну-ка Кстати, насчёт неё можно выйти в возрождение Орла и вернуть австрофашизм Канцлер Рюддигер В общем, напасть на Германию И вернуть здесь нацизм Как вы насчёт этого смотрите? Не, я могу на самом деле пока что отложить путь руководства вот этого И мы можем пересесть сейчас вот после этой серии за Австрию И уже играть дальше за неё А заодно посмотрим как раз, что здесь будет происходить Мне кажется, будет круто А уж потом можно будет пробовать вариант с этой вот веточкой Раз говорят, что интереснее, то и правда чё-то нет Куда вот только нас выкинет? А, тут же вон, начало немецкого конгресса И после конгресса мы тут можем выйти СНП, манифест рабочих Да, ну вот как раз будем воевать Мы больше именно в этом вот направлении Мне кажется и правда, стоит сначала сесть за Австрию Поиграть за неё, а потом уже смотреть тот путь Ну вы напишите в комментариях и там посмотрим Значит, фабрики, давайте строим военные заводы Сейчас, конечно, у меня фабрик всего лишь 9 А мы, кстати, дофига их получили, когда тут нас в дух убрали Также еще и торговля, 21 фабрика получаем мы Чехия закупает у нас, вон, хром, британцы, алюминий Нефть британцы закупают Дофига, все торговые партнёры какие полезные Я сейчас много тоже закупаю, на самом деле, ресурсов Поэтому, вот, минус фабрик у нас имеется Сейчас надо еще больше набрать Да, нужно побольше Дело в том, что сейчас я произвожу танки Так, у нас тут хватает, конечно, АПСов 4000, ё-моё А если так поставлю, то дебафы будут А, давайте на арту немножко еще Так, по нашим дивизиям сделал я их вот такими вот Организация 40 Прочность, 221, на самом деле, прям дофигища Возможно, даже АПС-ку стоит убрать, поставить танк Давайте так и сделаем Значит, МБТ Во, да, организация 37,5 Мне кажется, можно вообще еще один танк поставить Если я АПС-ку уберу Оп, и еще один танк 34 Да, прочность, конечно, на 56 упала, но тут она уже и так высокая Там уже дальше смысла поднимать ее нету А вот все остальные показатели по типу прорыва Плюс 156 Воздушная атака еще взлетела Тут танки, да, пулеметиками вверх стреляют Ну и все остальное, конечно же, да, на уровне Броня 104, да ты еще Так, ремонтку, кстати, тоже поставил все А здесь САУ еще одна стоит, чтобы была ширина фронта 27 Ну, потому что без вот этого никак Такое число здесь не выбить Значит, сделал я этих 12 дивизий Они даже немножко истощаются Подожди, давайте поставим им всем снабжение машинками О, все Ситуация улучшилась Я же там не зря грузовиков столько еще понаделал Вот таких вот Так, ну и здесь нехватка у тебя не имеется Отлично А, значит, может, мы еще новые сделаем Че? Танков, да? Я же танки добавил Все тут проблемы с ними начались Тогда сейчас давайте ресурсы я закуплю Вот тут так можно здесь Резина с такой уже не надо И еще и валю фрам Ого Да, только теперь в фабрике у нас две штучки осталось Ну, нехватка 500 с лишним Да, копейки фигня Так, смотрите Воевать за Германию сейчас Также за Австрию Также, когда мы выйдем в путь руководства Я буду через консоль Потому что, еще раз напоминаю вам, ребят Я опять забыл поставить разрешение на оправдание цели войны Поэтому мне придется его разблокировать через консоль Сразу еще раз вам говорю об этом Потому что здесь, конечно же, нельзя Только по фокусу Ну, а фокусов у нас, конечно же, никаких нету И решений тоже никаких нету Вот за, кстати, более радикальную партию, которая у нас там будет Там даже будет как минимум решения Если их не будет, ну, опять же, тоже через фабрикацию Так, ну, что, в принципе Давайте будем налетать У Франции по дивкам Ну, можно новые не создавать Да и нас хватит И вы скажете, что я так в лотоке Можино Прилепил столько-то войск И через реку в горы Можино, ты что, нет Здесь нету укрепления, ребят Да, здесь просто нету Поэтому пофиг А, кстати Забыл еще вам сказать Здесь же почему-то началась война между британцами Ну, этим вот Торонто-аккордом Война против Средиземноморского пакта А он, Болгария тоже в этом Торонцком договоре А в Африке война идет Может, с Италией помахаться после Франции? Так-то да Мы-то с Италией не в самых лучших отношениях сейчас Уж точно Поэтому, я думаю, и правда Можно после Франции Только пройти сюда вот взять Только вот сможем ли мы ее сделать марионеткой, вопрос Если не сможем, то как мы так пройдем тогда? Поэтому, надеюсь, что получится Но вроде как здесь нельзя будет нам делать марионетку Ну, посмотрим Ладно, давайте погнали атаковать Здесь, как видите Да А здесь, конечно, у меня одна мотопехота стоит Что-то все танки туда ушли Давайте попробуем ей поковырять Мы и танки их пробиваем Нет, мы их не пробиваем Но и не нужно Они так себя плохо чувствуют И без пробития Так, погнали вот сюда вот И давайте закотлим их Пехоточка, ты тут осторожно Чтобы тебя не закотлили Все Хорошо Вот так Проедь Скорость какая, кстати, у наших танков? Ну-ка Четыре Не понял, а что четыре вдруг? У нас же, может, что-то замедляет из поддержки Нагадать? Проверим Вроде как у нас скорость должна быть нормальная А, артиллерия замедляет? Нет, подожди, не то карта А, и здесь САУ вот это замедляет Да САУ я арта Тогда сейчас подкоплю и беру Потому что, ну, танки должны на скорости работать Четыре Со скоростью пехоты передвигаться на такую себе Тянуть поддержку Я лучше сюда вон поставлю Не знаю Саперочку можно Куню влепить Да Не знаю Может быть роту связи Да, в принципе, да Так, ну ладно Давайте сейчас пройдем кого-то сюда Вот Стоять, осторожно И закрываем их скорее По потерям сейчас какая ситуация у нас? Мы потеряли 242 человека А тут, кстати, испанцы отбиваются от британцев Так, давайте сюда вот сейчас Ну и в целом А если я сейчас автоплан нажму? Да Тут и так нормально Истощение, конечно, немножко идет Но оно немножко идет По потерям 5000 против почти 50 Так Новые военные заводы Давайте поставим на танки Опять минус к ресурсам Че ж у нас такая большая проблема по ним? Не, конечно, можно экономику на все закрыть Но тот же самый хром мы особо не добываем Чтобы получить какую-то пользу в закрытии экономики То же самое касается Вольфрама Поэтому сейчас я и держу экспорт-приоритет Знаете, что самое интересное? А у нас, оказывается, нету непрерывных фокусов Вот сейчас у нас фокусы закончились Я не могу ничего здесь взять Из непрерывного Потому что его нету А у Австрии? Это что, ни у кого, что ли, нету? Непрерывных фокусов А, здесь, походу, ни у кого нету А че? Почему убрали? Зачем их было убирать? Чтобы фокусы заканчивались Ты ничего не можешь брать вообще Так хоть какие-то бонусы были А, и ладно Пошли сейчас сюда Вот, накали Так, и дальше двигаемся У нас там хватает хоть поездов Да, у нас запасов 200 там есть Нормально Бомбят нас, конечно, немножко Авиацию я поставил 78 самолетов Давайте сюда вот передвинем их Испанцы О, тут еще одна высадка Ну, слушайте Так у британца, мне кажется Могут закончиться дивизией У них примерно одинаковое число с испанцами Американцы же тоже в этом всем участвуют О, у них тут желтый цвет Казалось бы Причем тут это самое Сейчас начинает двигаться Надевок у них примерно тоже столько же Кораблей, конечно, нормально Так, че там Франция? Это скоро? Ну, да, немножко осталось 100 тысяч уже почти набило Потерь А дивизии у них Не прибавилось А, хотя, может, прибавилось Просто мы там укатлили кое-как Ладно, пошли на Бордо И на этом война Да, и без Бордо закончится Да? Да Пожалуйста, можно сделать марионетку? Да, черт! Марионетку сделать нельзя Ну, если нападать на Италию То тут получается, че Вот так вот, что ли Мне нужно границу с ней получить Воевать с Австрией мы не можем Мы по сюжетке ее специально освободили Мы же не можем сейчас обратно взять и захватить Это будет как-то неправильно В плане построения сюжета Ну, забрать-то я лиза скилла от Оринги В принципе, все О, Кёнигсберг Кёнигсберг! Франция! Слышишь ты? У нее все это время был наш Кёнигсберг Хе-хе-хе Ладно, конечно, русификатор такой Ну, забирайте эту территорию без захвата От этого всего Да, давайте просто лиза Заберем И даже партию поменять я не могу Серьезно? Да Мужки-то острова у тебя есть Ну-ка Нет, островов у такой Франции точно не будет Ладно Готово Ну, мы, в принципе, сейчас так сильно опустили Что, да, они уже будут сидеть тихо, мирно Не скоро поправиться после такой войны Предлагаю, кстати, помахаться за Косово Посмотрись Да, Косово Здесь у нас военная диктатура В Бенилюксе Вообще, как бы в идеале захватить нам Люксембург Я бы его освободил бы просто, что Люксембург мог быть Должна быть независимая страна Но мы можем его вполне себе захватить Но и в эту часть тоже В принципе, да Давайте с ними тоже помахаемся На Албанию напала Италия О, знакомая ситуация Вот на диктатуру мы можем нападать спокойно Потому что мы же демократия Поэтому надо ее распространять Мы, конечно, не можем менять партии Но повоевать можем Поэтому, чё-ка нет Ну, чё тут это? Нормально? Да, Албания, смотрите, чё творит Офигеть Хоха Ты чё? Ну, дает Диог, нормально Болгария Слушай, они так могут захватить Хорватию с фашистами вот этими в Сербии Он без помощи, конечно, Британии, да Америки тут далеко не уйдут Хотя Они, может, и Итарию захватят Сколько там дивизий? Не, у него дивизий много Так, а я вам забыл сказать, да? Вы там, скорее всего, видели Я просто не говорил об этом Забыл сказать Короче, этот Сергей из Роа Напал на Пермское советское правительство Кстати Оно прям очень хорошо его давило Из-за этого и Российская Республика начала проходить на Востоке Так-то прижали нормально так Но сейчас Я даже не обратил внимания, как быстро Советы захватили его Хотя он тащил только что Он прям капец как тащил Сейчас видео пересмотрел Да, там Я цеплял камеры Фрагменты, где эта война шла Тогда он уже, когда мы с Францией воевали Советы уже пробивали Сергея вот этого А вначале он прям хорошо давил Он там, скорее всего, эффект неожиданности сработал А вот, вот так Сейчас может камбэкнуть Советское правительство Потому что сейчас он махается один на один С Российской Республикой А если бы Сергей подержался подольше Так бы Восток бы дошел до Перми А там у него по фокусам нужно Перм захватить Чтобы там сюжетка продолжилась Вот здесь вот Мы вот сейчас спокойно так воюем Хотя пережили и Вторую мировую И опустошительную гражданскую войну Но поддержка войны все равно 100% Люди хотят, чтобы мы воевали Поэтому диктатуры спокойно можем Офигеть! Хохта! Как ты умудряешься? Тут Талия вообще, наверное, не участвует в этой войне? Италия? Слушай, подожди Я же Аташи отправил от России Может, мы Аташи как-нибудь сюда? Ты примешь? Слушай, хохта А ну, держи То Италия участвует Причем, вон сколько войск ее И Албания пробивает эту Италию Ау А Болгария что-то Сербии добить не может Хотя он проходит вроде как Если они от Сербии сбавятся То там с Хорватией можно спокойно будет справиться Так, тут смотрите, что происходит Что-то Албания Ну, конечно, Албания У нее промышленность такая у себя Можно начинать, походу, давать слабину В плане дивизии, да и людский ресурс Наверное, тоже нехватка там есть Хотя, нет, соточка там висит Значит, это как-то они здесь сдаются Наверное, еще и логистика поломала из жидышки О, они вроде немножко камбэкают Жалко будет Если проиграют вот эти вот Хоть они тут и марксисты, и ленинисты Но тем не менее Фашистов мы не любим больше Как-никак мы сами были социалистами радикальными Когда восстали Поэтому это кое-как для нас родное Но когда мы приведем уже радикальных левых Полноцию на следующей кампании То, само собой, будем помогать вот этим вот Да, и я буду территории захватывать Поэтому сможем получать нормальные границы Никую Австрию, конечно же, отдавать В планах у меня не будет А там вроде и не придется Поэтому сможем из Италии помахаться Она будет нашим самым главным противником Не знаю, будет тогда война участвовать в Торонто или нет Но в любом случае, я даже не против помахаться один на один Ну, один на один с их всем альянсом Так, ладно, давайте сейчас налетаем на Бенилюкс О, здесь некоторые территории отходят американцам Они что, участвуют здесь? А, Болгарию могу в Аташи отправить? Могу, давайте Этот американцев я вообще не вижу Оно просто им отходит Ого, кстати, Болгария У тебя-то дивизии Посмотри, сколько А, здесь истощение идет Поэтому он не может сюда их подкинуть Ну, посмотрите, сколько реально дивок Офигеть Он боится, она в Румынию, походу Да и подвезти просто не может А вот истощение Албанию никак не колышет Ладно, все, война началась у нас с Бенилюксом Давайте атаковать Попоти прокачать Организация превыше всего И тебя давай тоже вот так вот Все, погнали Ну, здесь будет еще проще, чем с Францией Все-таки небольшая страна Так, давайте-ка идем на Брюссель Амстердам мы уже взяли Антверпен давай-ка тоже И все, этого хватит Так, и здесь мы, конечно же, тоже марионеткой сделать не сможем Да, жалко Но надеюсь, что за радикальных левых сможем делать марионетки Или здесь вообще нельзя Тут, может быть, как-то она про решение Просто не помню уже, как тут они делались Как-то же мы их делали вроде Скорее, с упрешением Или по ивентам Так, ладно, это я себе забираю Я бы, конечно, бы Ну, нет, это уже перебор Мы все-таки добрая страна Мы демократы, поэтому отпускаем вот так вот Господи, я уже не помню прохождение Где мы отпускали страны Забрав небольшой кусочек Таких вроде не было у нас никогда Уникальное это прохождение, оказывается О, кстати, камбетчет немножечко Ну, кстати, территории такие более-менее красивые Уже имперские самые настоящие Так, кстати Я же тут брал ранее еще вот Мезьера Он давал там бонусы на скорость дивизии, кстати Или 10% Прорыв, максимальная скорость для нашей бронетехники Тут тоже бонусы на ресурсы, конечно, не особо нам они помогали Но пойдет Албания Ты че? О, американские земли Смотрите, какие Оф, неплохо Можно карту теперь уже перерисовывать Ну, сейчас они реально могут эту Сербию добить Причем, если они добьют сюда, эту Сербию То Италия окажется в котле Я отошел от компа совсем ненадолго И посмотрите, что сейчас получилось Албания, она прошла вот сюда Вот захватила уже Загреб Этот самый И, в общем-то, да Это котел Ну, котел, конечно, не для Сербии Потому что тут сама Сербия Котел для Италии Потому что здесь итальянских дивизий 8 что-то Испанских Ну, короче Всего здесь 30 с копейками дивизий Большая часть это итальянские войска Причем танки, вот смотрите Жесткие танки Испании Так что еще Испания тоже потрепается знатно А сама Италия, наскорее всего Еще вот эти дивизии в большинстве своем Держит на берегу Чтобы прикрывать морские базы Я бы тебе тоже от ошибок отправил Посмотреть, где твои войска находятся Ну, ладно Сейчас тогда Ну, не думаю, что Смогут выбиться Эти самые средиземноморцы Американцы, главное Не помогают никак Вот в чем прикол Американцев здесь я не вижу Вы там все уже И выстки прекратили делать Они бы тут, если бы захотели Реально, они бы уже затушили бы эту Испанию Прыгнули с нее бы это в Италию Ну, нет Вся надежда на Албанию Причем Болгария в этом всем не участвует Потому что Албания, она Отстранена от Торонто И она махается сейчас с Италией И считается в одиночку Потому что здесь, в Болгарии Что-то Ээээ, Сербия потыкала И все Про проход попросили бы у друга И давай Ну, тут они, конечно, вряд ли бы дали Но атташе наши приняли Притом, что отношения наши Не самые лучшие Конечно, участок очень узкий Но Италия Вы посмотрите, как себя плохо чувствует У нее нехватка ощущается Может, у тебя там Люди нет Нет, у меня люди есть Это, скорее всего, проблема с оснащением У испанцев, кстати, она тоже имеется Гляньте Угу Причем жесткое такое У вас людских нормальных ресурсов Ну Промка маленькая, военная А что здесь? Ну да, советы немножко застряли Ладно, я сейчас опять от компа отойду И посмотрим, что произойдет дальше Кстати, Австрия Ты куда пошла? Деноцификация Реабилитировать евреев Ага И сюда ты уже не можешь выйти Всегда ложь Ты, в принципе, никуда не можешь выйти Кстати, надо сейчас будет Австрию проверить А может быть, она вообще неиграбельная Под конец этой серии я сяду за Австрией Натой с охранки Посмотрите фокусы Вдруг здесь что-то у нас вообще будет Какая-то фигня И смысл делать прохождение по ней Поэтому вот я проверю В конце видео и скажу Так Я, значит, вернулся Даже исследований никаких не брал А зачем уже? В общем, посмотрите Что это Албания сделала? Она попала в котел Нет Албания Кохта Хохта Или как тебе там Чего ты так-то, а? Великий командующий Так сделал А итальянцев все еще здесь мучают Нет, дивизий у них реально много Прям капец как много И из-за этого здесь Ну Тут их тоже немало Но посмотрите Они полупустые А у Албании Почему-то ситуация С снарягами Ну, конечно Тут ощущается Минус Но Они себя чувствуют хорошо Может просто у них Не так много дивизий Как у этой Италии Поэтому Соотношение количества Военных заводов С количеством дивизий Прям хорошее А тут Да, сами понимаете По 30 военных заводов И больше сотки дивизий Ну Никак не получится Задержать нормально Но я, конечно, от Албании Такого не ожидал Вот закрыть Так они могут Чем американцам Уже Смотрите Всю марау забрали При том, что здесь нету Ни одной американской дивизии В Испании Высадок Я так понимаю Не было Или было Ну-ка, дивок Да нет Дивки целы Значит, не было Американцы тоже А здесь война идет Кстати, в Греции до сих пор Как спартанцы мучаются На маленьком участке здесь Никто пробить друг друга не может Кстати Итальяшки сейчас Камбэкают Ведьма котел зарешал Оу Ну, что-то не думаю Что они прям хорошо Смогут камбэкнуть Посмотрите Ну, дивки реально Полпустые Какой испанцев Такого итальянцев Вон танки-то Танков-то и нету Там в этих дивизиях Все встали Когта, слушай Может я, блин Давайте ему что-нибудь отправим Ленд-лист, например Так, у меня здесь есть винтовки Во Держи Тысяч 50 Да, бери все, что там у нас есть Давай пять тысяч допки Мы не смогли итальянцев этих захватить Потому что нет границ А ты давай сейчас сможешь Три тысячи арты Та тысячи Что там тебе еще надо? Машинки Кстати, да Две тысячи машинок Что там тебе еще можно дать? Может техники что-то? Топливо есть? Ну, давай топливо Десять тысяч Держи А, тебе еще желательно Вот, против танков Там танков, я так понимаю Уже нифига у них нету У этих самых итальянцев Испанцев Ну, держи Тысячу Это тоже в войсках Используется Поэтому надо Во Надеюсь, это поможет Не, ну, мы так-то много отправили Должно помочь У них в войсках Вон, моторизацию смотрю Как раз вон машинки Давайте их больше будем делать сейчас Чтобы я мог Еще больше их отправлять Албанцам А, что здесь у нас? Ну, потихонечку Советы проходят Совсем потихонечку Ну, девок у них Посмотрите, сколько И сколько в Российской республике Ну, соотношение капитальное такое Поэтому Скоро этих капиталистов уничтожит Оп И талешки опять начинают атаковать И у них это получается Отошел Краем глаза Заметил вот эту ситуацию Котел Минус пять дивизий Здесь Что-то по типу котла Хотя, смотрю, плавают Блин Жалко Я уже рассчитывал Что раз они сюда Так вот пробились запросто То Все, они пойдут Но, походу, расслабились Да Это тоже котел Минус три дивизии Ты там Новые дивки делаешь, нет? Я тебе вот сколько всего отправил Людские ресурсы Но тебе их мало Всех под ружье Вот еще в чем проблема Там и жесткие здесь законопризывы В итоге почти все мужики Отправляются в армию Они работают на заводах И в строительстве Поэтому Дебафы лютейшие Если не наша помощь То он здесь точно не справится Ну, можно даже и с помощью не справиться Если он, блин, так запросто в котлы попадает Стоит сейчас Но здесь таки пробиться итальянцам будет сложно Потому что, ну, узкий участок тут Что у них Что в этой Албании Просто они сейчас числом задавили И все Тупо числом А здесь, на узком участке Число уже не тащит Тащит качество О, кстати Закрывают их Немножко осталось И может дивизии Албании Освободятся Сюда вот перекинутся Если они раньше закрыли Освободились бы дивки То тогда Они бы себя явно Лучше чувствовали И такого бы не допустили Че он творит? Он сейчас там пробился Это все прекрасно Но он начал Крайне агрессивно пробиваться И поэтому Вот Нафига Нафига ты сюда пошел? Что это такое? Почему здесь дивизии нету? Они здесь просто стоят Прикрывать морские базы Сербов добить не могут Идет Ногами А знаете че? Сейчас стоят Отправлял ленд-лиз Еще 5000 отправил машинок Слушай, давай скажешь В основном из машинок состоят А он знаешь че делает? А он берет И отправляет ленд-лиз Другим странам Смотрите Он отправляет Антитанки Эти пушечки Поддержку Артиллерию То что мы ему прислали Он давай присылать Британцам Вон Болгарии тоже Бразилию артиллерию Шлет нашу Мы ему прислали Да может это снаряжение Ему не нужно было Может у него там хватало его Ну для приличия же можно было И принять подарок А не передаривать его Думаю может быть еще что-то За ленд-лизить Но он сольет Это 100% Дивок он Он новые дивки делает А людские ресурсы Чуть приподнялись Но посмотрите С таким геймплеем Он Италию не захватит Да Ну я продолжаю наблюдать Да, минус дивка Ему нужно быстрее убрать Эту Сербию Кстати дивизии уже Испании И Италии здесь мало осталось Так что добить не проблема Нет Болгария стоит Смотрит просто Вот пройди сюда И раздели их на две части На два котла Смотрите голая провинция Здесь и здесь Прошелся нет Зря ленд-лизисты Ты Болгарии отправляешь Он сейчас конечно атакует Пробить его не могут Потому что ну Посмотрите какие дивизии Лучше они не стали У противников Но при этом Да Он теперь уже пробиваться не может Потому что дивизии не хватает Начнет пробиваться Опять дырки будут в фронте Будут котлить Ну короче ладно Продолжаем наблюдать А здесь Ну здесь все стандартно Италия и Испания Очень умно Его сейчас атаковали агрессивно Но в итоге Уже перестали это делать И Албания начала их атаковать Сербия Ну здесь уже немножко Ну добейте ее Ну так неприятно на это смотреть вообще Албания Смотрит новый Американцы Ну вот хоть какая-то польза От них есть Бахнули по колизею О Здрасте Ватикан Да Ну конечно сейчас пролетело знатно А сюда бомбили интересно Ну это вроде из-за войны потрепалось Хотя может и бомбанули тоже Здесь вон ЖДшки поломаны Да Американцы вон хоть какую-то пользу Оказывают все таки Может это как-то повлияет на Албанию И она Вон пошла пробиваться кстати О А здесь кстати Можно будет неплохо их закрыть Угу Контратакует Здесь конечно не получится это сделать Но в целом взять Ниццу Гену перекрыть И это будет котел Ого у них быстро Организация падает Об машинку танки Теряют организацию за 5 секунд Но они в Ниццу Получают снабжение Если вот сейчас ее взять В принципе То это будет неплохой котел Ну слушайте Они взяли север Только что прямо на наших глазах Тут Я так понимаю Дивизия уже будет исчезать Испания до Италии Потому что там Нифига у них Ну немножко исчезает Нифига там В этих дивизиях не остается Чему сражаться А все таки не решили Забрать север Потом брать Ниццу Могут уплыть же дивизии О Давай Ниццу Атакуй И Давай-давай Есть котел Хорошо Вот тут конечно уважаю Албанию Тут Хохта молодец Как же молодец О Ленд-Лизы Артиллерию дает Албания Бразилии А Бразилия Антитанки Пушечки Албании Взаимовыгодный обмен Так в Бразилии там тоже участвуют Кое-как Странно конечно А британцы вон С американцами В Африке мучаются Понятно Они заняты Заняты Хорошо Ну давайте ладно здесь Чего-нибудь делать дальше Ну проходить я думаю Получится точно Рим конечно потрепанный Тяжеловато здесь будет По истощению Но вон каком Дивка пошла вперед У тебя вообще Лизские ресурсы сейчас есть Маловато все равно Но он новые дивки кстати делал Но штучку одну-две точно сделал О Взял Только бы взять сейчас Вы еще морскую базу Но он решил пойти дальше Неаполь Потрогать Рим скоро возьмут Ну-ка че там интересно Вообще по потерям 7 лямов Средиземноморцы потеряли Италия вообще 3 ляма Офигеть В Португалии полтора Испания лям Серви тоже почти лям А Албания Почти тоже лям Жесть Ну 30% вклада в войну Отстраненная от Альянса Торонского этого Страна взяла 30% на ровном месте Набила Жесть Не то что наша Албания Помните прохождение Тоже там хохта была Или кто-то По типу того Вроде хохта у нас была Ну там часто они менялись Поэтому я их и не запоминал Но Тут конечно да Я завидую этой Албании Че насчет А ну Они вроде не уплывают Они вроде исчезают Ну-ка подожди Они исчезли Поисчезали Хорошо А Прекрасно Великолепно Слушайте Слушайте Испания оказывается Была не в рамочке Лучше бы была Ну серьезно Ладно вот это Ну Американцы все-таки Реально марабу себе Решили оставить И сень И агрызки в Испании И всю Португалию забрать Не ну может сейчас Они отдадут Потому что Ну должны отдать О кстати Видали швейцарцам Отошли территории Вот эти вот А остальные территории что Тунис Получил независимость Ну Зависимым все равно От Америки Стал Ну Американцы нападают на Грецию Вот эту Грецию А фашистская Греция Ну ладно Это еще могу понять На Словакию Вот эту Ну короче Они там фашистов мучат Я так понимаю То что мы хотели сделать Сейчас делают американцы Ну до Словакии бы еще И добраться надо Ладно Сейчас давайте я посмотрю Что там насчет Австрии Что она из себя представляет Просто тут война будет еще Очень долго длиться Лучше посмотреть Что из этого получится В следующей кампании Смотрите Сейчас эту Австрию проверил Все-таки и правда Здесь она стопится Там Ты делаешь выбор Куда хочешь выйти И все И там уже Дальше не получается выходить Всегда ложь То есть должен быть какой-то ивент Но ивент никогда не появляется Поэтому Все И два фокуса Думаю такой себе будет Лучше знаете что Мы все-таки следующую кампанию Провернем Уже по этому пути А дальше Мне очень знаете Сейчас понравилось в Словакии Кстати у Венгрии есть фокус В Венгрии тоже Но лучше всего у Словакии Посмотрите Когда начинается гражданка В Германии Можно стартануть с этой даты Я так понимаю Да Или может пораньше начать И сыграть за Словакию Война с Америкой Понимаете То есть быть фашистом В таком вот мире Когда фашисты все это изгои Думаю будет круто Поэтому насчет Австрии Давайте отбой Пока давайте рассмотрим Другой путь в Германии А пока что с вами попрощаюсь Спасибо всем большое за просмотр Ставьте лайки Пишите комментарии Подписывайтесь на канал Скачивайте моды на русском языке Наши группы ВКонтакте Пишите там вопросы на стене Или просто делитесь интересными моментами Также ставьте колокольчик Включайте все давления Чтобы больше не проскать нового видео Оформляйте спонсеров Чтобы получить классный бонус Также играйте в мультиплеерный партий Просто общайтесь На наших серверах в дискорде Посылки в описании Ну что ж С вами был Эмбран Спасибо большое за просмотр До встречи